Тут был вопрос из твиттера к Амирану, а что там сегодня при счете 15-7 случилось? Ну а пока Ами думает, как отвечать, мы с игрой продолжаем. У Амирана в силу возраста команды делятся на молодые и очень молодые, да. Мы это уже уяснили. Но самое интересное в аналитике, что прозвучало про карту Вертига, я даже стишок придумал про карту Вертига, но потом расскажу. Ну пока что выход через шорт, даст два, и карта Ренегейтс, но Клауд Найн пытаются пока что очень неплохо. В пистолетном раунде, чтобы вырваться вперед сразу же. Ну что, Сик 1-4, и это легчайший раунд для Клаудов. Всего лишь одного игрока потеряли. Вот так вот, вновь начинают все с выигранного пистолетного раунда на карте. Но на Инферно, мы помним, это долго не работало. 3-0, и потом пошло-поехало. Первые пять раундов были действительно отчасти для нас с вами очень-очень интересными, но дальше команда Ренегейтс полностью перехватила инициативу. И результат первой половины там, конечно, ни о чем нам конкретно не говорил, но во второй все было расставлено на свои места. Ну и здесь, да, здесь с дебютом Клауд Найн можно поздравить. Молодцы. Кстати, по поводу карты, даст два, как Миран в аналитике отметил, легкая карта, да, действительно простая. И вот на ней как раз-таки Клауда могут быть чуточку сильнее и проворнее, чем даже на том же Инферно. Ну она, с одной стороны, простая, но с другой стороны, это самая сложная карта, из-за того, что вот действительно все все знают, варианты раскидок, и здесь нужно чувствовать игру, тайминги, как стиль соперника. И очень много, конечно же, влияет на результат. Твой снайпер, как он попадает или нет. Ну и попытка вновь сыграть через шорт, либо это все-таки фейк. Бомба под Б у нас находится. Три ЗИК, один контролил длину, все возвращаются по центру карты. Ребята из Ренегейтс, а что по гранатам? Нет, ну и гранаты нет, а как же идти на точку? Ну да, мидл они точно здесь не пройдут, там с просвета М-ка, Фамас в окне, Оуси уже на смок будет отыгрывать. Короче, прочитаны по карте, и финальный маневр вот в этом тайминге будет очень предсказуемый для клоудов. Тут два Фамаса на точке, ну... Ну тут Фамас на просвете с Аплунта смотрит М-ка, поэтому здесь шансов мало. Да, и Смакаш нету там без шансов. Еще и флешка выпад еще разыгрывается. Тут просто М-ка не пускает. Что в принципе вообще, ну это комбо, это просто комбо-проблем, которые получила команда Ренегейт уже сейчас. Но там какая-то попытка с забега на Б произошла. Да, Декстер оказался на точке. Декстер! Бомба, бомба нужна, вот. Ну ему не позволили сказать. Ну походу будет бомба. Второго нет. Слишком высоко прицел. Оуси сразу же предусмотрел агрессивное поведение соперника. Ну и... Непонятный раунд, если честно. Раунд непонятный, но красивый. Если у вас нет гранат, как оказалось бы проще выйти поздним таймингом на длину. Хотя бы в яму поставить скаут. Все-таки защита может иногда там пикать, что-то смотреть, сыграть агрессивно. А может быть что-то бы получилось. И по на стеночках хоть бы там пройти, хоть какие-то размены дать. Но как-то все сложно было. Для ребят из Ренегейт. Без штрафа на базе боу игроков команды Клоуд Найн. Здесь выход длина и разыгрывается он с результатом. Ну, пропустили игрока. А где второй, ребята? Еще и третьего Джейти находит в дыму. Вот так вот по трассировочке аккуратненько выцепил. И похоронил. По идее, всю эту атаку Декстер. Попытка выхода длины упори Флоппи. Но Флоппи здесь играет настолько аккуратно, что это все... Хотя Флоппи может получить в бутер. Декстер на АБ прорвался. Бомба, конечно, находится на РСПе. Но дым сыграл, опять же, когда он рассеивается. Игрок тебя не сразу видит. У игрока в дыму преимущество. И Декстер отработал на этой фиче прям на все 100%. Осталось только не упустить контроль базы Б. Сейчас Гешкин здесь может реально очень много сделать. Сейчас и Оуси здесь рискует. Уже он умирает. Что? Ты же слышал топот! Ты же слышал топот соперника на ровном месте. Косячит один из запорников базы Б. И здесь два в одного. Один на КТ. Один вблизи. Декстер его слышал, не слышал, непонятно. Есть шанс на врыв окно. Врыв окно под флешечку. Патроны закончились. Он без патронов ворвался. Боже, Клоунайн. Что такое происходит, парни? Так хорошо ворвался, оказалось, пуль нет. Что это было? Они пятерочки еще дают друг другу с улыбкой. Без патронов. Вы видели? Это... Это... Да нет, там надо с глаз игрока обороны смотреть этот момент. Как он прыгнул, да. Это было эпично. Так реально были бы пули, он бы взял раунд. Все, убивает плен. Два в один. Да, он бы сразу убивал парня в точке. Два в одного. И все, все закончится должно было быстро. Но он просто достал и стал перезаряжаться. Бедняга. Какой провал. Укрепление Зига. Сейчас будет выпад. Пошел выход. Трое шорт их увидели. Вот помнишь, я на первой карте тебе говорил, что у команды Клоунайн стресс. Вот ты сейчас видел результаты. Это реальный стресс. Они вот действительно выиграли УВП и в шоке. Просто до сих пор находятся парни. Ну, нужен, нужен, конечно, такой хороший вот громкая победа. Но мы-то знаем, что вот тоже ИВП пока только раскочегарились. Ну, судя по тому, как ВВП сегодня играли, победа там негромкая. Она на самом деле тихая, даже тише травы. Не, ну, знаешь, эти ребята играют мажоры, играют плей-офф мажоров. Там доходят до... Но я по рейтингу делаю выводы. Да? Да. Потому что рейтинг минимально, может, там не объективно до конца, но минимально показывает общую картину. А вот и врывчик на длину. Шансы-то подъехали. Но в перестрелке пока что все заканчивается строго в пользу Ренегейтса. Вот они 2-2. Вот он, тот сценарий, который был уже на первой карте. Какой-то заплыв начинает уходить Клауда. Но, опять же, понадеемся, что ребята еще не расклеились и все будет нормально. Сейчас соберутся, успокоятся, пораньше возьмут паузу. Все обсудят, чтобы не было вот этих мелких ошибок. Потому что, по сути, можно выиграть такую встречу, если не допускать такой брак, как был на Б, вот врывчик. Короче, Сика с Декстером и с Хатцем мстят за команду Авангар сегодня. Знаешь, вот зрители с СНГ должны посмотреть, когда их команда проигрывает матч, и посмотреть следующий, чтобы потопить за оппонента. Я сегодня, кстати, болел за Оскаром. Вот, что я вчера не болел, сегодня болел, то все про него забыли. Ну, кстати, там неплохой вроде состав собирается. Вопрос, как они там сыграются, насколько быстро. Сильный КС поигры показали в прошлом сезоне, но видишь, тут еще такая штука, что хороший фарм от Хатца. Троих уложил на зигзаге. Суммарно, ну это эйс, это эйс. Суммарно четырех троих на зиге, и все очень-очень просто для этого игрока оказалось. Красавчик, если, конечно, не читер. Куча-куча денег нафармил, конечно, в этом эпизоде. Это все пригодится. Но посмотрим, как-то вот опять же. Как и на Инферно, все увереннее-увереннее начинают. Так вот, про Спраут. Спрауты в прошлом сезоне показали. Реально сильный КС. Они убедительно выглядели на отборочных к мейджору. И все были, ну я не знаю, уверены, что эта команда со второй попытки точно должна на него выходить. Но вот теперь уже до конца не ясно. Ой, там на миноре такая беда произошла. Да, да, у них вечно там забирали пятого игрока, и что будет в этом году, непонятно. Эх. Три в три. Неплохо тут все-таки замесились, ребята. Вот это навалил. И дальше со спины идет поджим. А бомба, бомба-то испанская осталась лежать на пальме. А куда Мальта выскочил? А Хац в этот момент был на Б, боже ж ты мой. Мальта не дождался тиммейта. Так, ну тут, по идее, Хац труп, если выходит с нижнего, и он, по идее, выйдет спиной в мидл. Нет? Нет, первого забирает, остается против красного, но там снайперы. Спиной, спиной. Да ладно? Боже мой, Клуднайн. Но это просто минус моральная, минус морали. Не, это жесть, паузу. Тут две паузы, тут перерыв нужен, а не пауза. Беру все четыре. Должен говорить тренер, но это беда. Ладно, тот раунд уже на Б, мы его забыли. Но сейчас просто в спину не попал. Он пошел проверять длину, думаю, что оппонент будет с длины. Вышел чекнуть центр, там идет халява боком, и он просто не попал. Испугался спиной соперника. Слушай, ну здесь уже грех не тельтануть. То есть я уже расстроился за этих, за эту команду, а то, что они расстроились, по-моему, это уже очевидный факт. Но в этом оружейном Соник раздобыл антрефраг. Посмотрим, что из этого выйдет. Удастся ли здесь найти правильную цепочку, вернее, развить правильную цепочку событий. Ну, уже длина под контролем у Ренегейтс. Они уже туда отправляют бомбу второго игрока. Есть, в принципе, большое количество гранат, там три смока, чтобы пройти сейчас раунд. 3-1 лучше, наверное, все-таки сыграть. Все-таки в четвером через лонг будет сложно выходить, мне кажется. Но давайте посмотрим, что вообще обсудили сейчас с Ренегейтс, и что будут делать. И будут ли рокировки какие-то у команды Cloud9. На Б. Нет, не будет играть на ящике игрок. Там флешка, что-то пикают, смотрят. Но там тихо. Мы-то видим, что атака сконцентрирована на длине. Ну, надо начинать уже двигаться минуты до конца. Но на самом деле длину пройти – это достаточно простое решение. Все мы знаем, что иногда вас ждет грандиозный прием. Но ваши познания в плане гранат здесь как никогда будут необходимы и полезны. Ну, например, остается на комфортный достаточно выход в направлении база у игроков атаки. Но они как-то вот не особо сильно торопились. Декстер пошел зиг разводить, уже получился ВП. А дым на просвет уже не модно, да? Ну вот дали, когда зашли на точку. Но здесь будет, видимо, бомба. А бомба вообще не на длину? Или на длину? Да. Ой-ой-ой. Ну что, 2 в 5, но это выглядит невероятно. Да, разрулить будет очень тяжело, при том, что там гандика по гранатам колоссальный перевес по позиции. Ну и Мальта последний. Ну так можно и поиграть. Ну, бомба не на него, опять же. Он будет слишком, его сразу же авик должен будет забирать. То есть ему здесь, чтобы взять раунд, надо четко попадать по голове. И не факт, что это произойдет, когда тебя пикает снайпер, а там 3 человека. И вообще все максимально качественно выглядело со стороны Клуд Найн. Но Мальта постарался, 2 со спины смог забрать, дальше уже бомба ее позиции решила очень многое в этой ситуации. Собираться нужно к Лауда, нужно возвращаться как-то в это БУ-3. Да, уже было 2 веселых эпизода, но что поделать, нужно играть. Два раза зигзаг поджать так не получится с результатом, поэтому посмотрим, как Ренегейт еще перестроится. И туда пойдет Соник, 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 Соник. Ну они видели 2 АВП, они должны сейчас как-то против 2 хавиков раунд разыграть. Ну там тройка на длине и в принципе Оуси с ВП, 2 ВП значит, да. Оуси на центре, 1 на Б. Ну Б на самом деле слабеньким становится, когда там снайпер, но все будет зависеть от того, опять-таки, какие флешки будут использовать при выходе. Если вообще будут, пока что очень томительное ожидание от команды Ренегейтс. Да, занимают центр карты, совсем скоро уже начинают проверять зиг, только что проверочная флешечка была, никого ответа не прилетает. И потихонечку Мальта начинает занимать здесь позицию с тиммейтами. Молотов за стенку в мидле, за правую дверцу. Ну и бомба, правда, контролит сейчас Лонг. Да, скинул эту бомбу Инс и пошел заниматься своей позицией. Заберет Декстер. Тэшка спускается вниз. Ну и вот-вот начнется сплит. Выход на точку А. Ну, через зиг будут давить. Но здесь вот вопрос, как сыграет Соник. Никак не сыграет Соник. Любопытство подвело этого игрока. Мог дождаться контакта, убить, упасть. Но испугался, скорее всего, повторной раскидки гранат, какой-то флешки. Молотом закрыли КТ сейчас, но тут нужно сейвить. Ну и Флоппи в банке. Короче, тут все слишком идеально для Ренегейтс, чтобы такой раунд отдавать. Ну и смотри, второй раз не стал аркадить Соник. Не нашли Н3 фрага на центре. И в итоге оборона осталась закрытой. Так, Флоппи размена существил. Да, Ренегейтс знают, как атаковать, как давить точки. И если нет размена, они в пятером с гранатами хорошо играют раунды. Не дадут ему идти, подозреваю я. Флоппи, ты где? Вот он, все, есть инфа. Ушел на Титаник, да, знают про Титаник. Тут у нас Декстер. Правда, Декстер без КП. Ух, чуть не залетел. А куда ты, Декстер? Это же Флоппи. Все нормально. А там уже, смотри, там уже двое. Вау, вот это встреча, вот это сюрприз. Ну, неплохо в Мальту перевелся все равно. Но казалось, что уже вообще отлетают даже без минуса. Хотел попасть, не вышло, да. Но, опять же, одного забрал. Раунд на самом деле можно было доиграть абсолютно иным образом. Это, я думаю, понимали ребята из Клуд Найн. Но попытались подраться, проиграли свои перестрелки. Счет становится еще более интересным и очень-очень, ну, более страшным для Клудов. Ну что же, один экономический раунд, да, нужно сыграть. И это дарит шанс Ренегейтс набрать какие-то дополнительные деньги. У них небольшой запас, там 5 часов, то только у Декстера. У двух игроков вообще меньше тысячи. Спокойно собирает инс Аркаду в верхнюю темную. Собирает опорника базы Б, последний Джей Ти. Ну, что бы он здесь ни делал, уже ничего не поможет. По идее, без потерь должны отыграть этот раунд. Что, Джей Ти будет влетать на бомбу сейчас? Нет, бомба на А вообще бежит. Да, бомба-то нет. Просто. Ну, влетел на бомбу на А. Они просто его ждут, видели, что он на Б ушел. Бомбу решили просто принести на А, чтобы он там... Ну, я неправильно сказал, на плент. Думая, что там кто-то ставит бомбу, ну а бомба на А. Действительно шикарная игра. По-моему, первая пауза, да? Сейчас, или вторая пауза сейчас уже берется командой, скорее всего, Клуд Найн. Или первая, первая. Первая на этой карте. Экономят они, конечно, люто эти паузы. Ну и тренер в деле начинает давать расклад своим игрокам. Интересно, сколько такой состав протянет, если честно. Ну, ты же сам знаешь, все зависит от результата. Будут победы. Все будет хорошо. Не будет побед. Очень быстренько всех отправят по домам. Поменяем. Ну, на самом деле, эту команду, как я понимаю, они ее покупали или нет? Вот непонятно. Вроде бы нет. Вроде они их просто подписали. Ну и очень хороший мув. Возможно. Спросим в чате Квича, ребята, кто-то уже матчи комплексти видел? Успели заценить комплексти? Как там все происходит? Поделитесь в Твиттере со мной вашими мыслями по поводу команды комплексти. Твиттер и селфи МТВ. А у нас Мальта на длине. Заметил Джей Ти. Джаггер на аут. Ну, обсуждаем Джаггер на аут потом. Опс. Красиво. Красиво. Очень простой минус. Ошибся Джей Ти. Оставался в соло. И непонятно, что он там делал перед смоком. У нас выход на центр от Декстера. Его уже спину обходят. Опять Оуси промазал. Декстер развалил еще кабину в флопе. База Б выбита. Но бежать на нее, естественно, уже смысла нет. Длина тоже занята. База А также занята. Она полностью горит. Дефолты чистые. Ну и для защиты здесь очевиден сейф. А вот у атаки установка бомбы. Ну и пока что попытка доиграть ситуацию безопасно. Может, чуть позже побегут на поиски. Да. Все идет по сценарию первой карты. И вот если сейчас Клауда возьмут один и потом Ренегейтс как-то еще поиграют, то будет очень даже похоже. Хотя нет, на Инферно там концовку смазали Ренегейтс после пуша. Но как-то все равно легко. Вот такой ответственный матч. Казалось, что Клауда вот навяжут борьбу, заставят соперника волноваться. А здесь даже к этой стадии не перешли Ренегейтс. Они вот так спокойненько отыгрывают. Вообще все расслаблено. Ну, короче, нет давления, да? Да, нет давления никакого. То есть единственное, что видно невооруженным взглядом, и вы это видели, да, вот если не брать первый пистолетный раунд, то ровным счетом у Клаудов ничего такого стопроцентного не получилось. Ну и на Инферно мы видели тоже очень много ситуационных раундов, где скорее ошибка со стороны Ренегейтс способствовала взятию раунда для оппонента. Ну, тут вообще очень грубо, дерзко, не знаю, прям... Прям обидно должно быть сейчас вот за такую игру под базой Б. Максимально игроки Клудная не чувствуют того, что происходит в темном, что происходит в центре. Игнорирование вот этих всех моментов, оно рано или поздно дает плоды для атаки, и атака ими начинает пользоваться. Здесь уж как-то слишком часто на центре карты дырка, зигзаг не контрится. Ну, это все говорит о том, что команда Клауд Найн по укреплениям в начале раунда задергали то на Б, то на А, то длина, то зигзаг. Ну, вот сейчас вроде красиво по карте перестроились, будет и зигзага игрок, и на центре будут игроки. Ну, посмотрите на расстановку Ренегейтс. Сейчас Т-шку нужно смотреть нижнюю, она выходит, уже чекает Декстер. Там, смотри, там еще даже не до выхода, там еще только начало первых действий. Так, проверили они Зиг, сейчас номер 8. Возможно, сыграет агрессивно Молот за дверь, услышали, прошивают. Пытались сжечь, да, и догнать прострелами. Мотт, удачный врыв, Декстер. Не, здесь Сиг прикрывает, зигзаг падает, второй игрок на зигзаге, Соник. Сиг еще и GT нашел, Сиг еще и Оуси нашел. Обсервер, ты на работе или нет? Ну что же, знают инфу по Сонику, то, что он в зиге останется, видимо, сыграть Ниндзю Хатс. В центре находится номер 7, ну и все, контролировали Ренегейтс в этом центре, и не получилось как-то поджать и остановить мидл у Клауд Найд. И Сика сейчас еще, походу, Соника заберет, да? Ну, бомбу, бомбу унесет, кстати, Сика, да, и придется ему Соника забирать. Парня, не хотите забрать у меня бомбу и поставить? Ну, ладно, пойдем сам. Ну, очень аккуратно, очень аккуратно прошел Соник. Его сразу Инс заменил на оппозиции, ну и Соник... Да, Соника никуда, по-моему, не собирается. Уходит в респаун, уходит на сейв, Флоппи тоже показал АВП, и Соника не отпустили. Соника забрали, да, ну и АВИК, а не АВИК у Флоппи. Ну, смотри, они пойдут у вас забирать, смысла нет оставаться. Конечно. Номер 5 пойдет в респаун, номер 4 зигзаг, здесь, по идее, есть все. Так, падает Сико. 1 в 3, выпад в окно, игрок атаки уже прошел под стенку, Флоппи об этом не знает. И замечает еще одно... Он не заметил, он не заметил игрока в дверях, посмотрите. Игрок в дверях уже в окне. Уже на базе Б, уже крадется к Флоппи в спину. Ну, тут мог быть нож, но Инс пощадил. Топнул, на него посмотрели, минус сделан. Ну, потеряв двух игроков, все-таки все равно АВИК забрали. Ну, они себе могли такое позволить, деньги есть у ребят. Из Ренегейтс, повтор, а вот и повтор, все нормально, спектатор на работе. Да, нам повтор показали, вот он второй фраг. Да это, конечно, жестко. Видимо, просто апсервер на Дримхаке был сосредоточен на ситуации со стороны, опять же, игроков защиты. Возможно, он уделил внимание как раз-таки больше обороне в том раунде. Ну, если честно, я бы тоже так уделил внимание больше обороне, потому что с учетом того, какой капкан на центре создавала оборона, именно их действия должны были развиваться с инициативой, но то ли они не договорились. Короче, на центре была ситуация такая. Ты первый, нет ты. Ну, а на Зигзаге то же самое. Ты первый, нет ты. Каждый выбежал сам по себе вместо совместных действий. То есть, мне кажется, вот такие моменты, когда ты хочешь агрессивно за защиту продавить мидл, там постоянно нужно навесами эти флешки накидывать, там, чтобы Зиг твой игрок тоже их не ловил. Ну, для Сика он просто стоял и тир устроил, смог, пострелял, в ответ не простреливают, на гранаты не летят, и просто стой, нажимай на кнопку. Тиммейте все сказали, да, но вот то, что с Зигзагом там, там и игроки обороны, в принципе, ровным счетом также были готовы сыграть. То, что не сыграли, это уже другой разговор. Игра в упоре, вот, нет, Декстер его тоже забирает. Ну и вновь стэк базы Б падает первым. Остается раз, два первых армора, два дегла, уже один первый армор. Ну, по идее, попытка найти инса от игроков обороны сейчас ярко выражена, но он к этому готов и спокойно защищается. Итак, подводим итог, тут уже можно итоги первой половины подвести. Девять раундов, Ренегейтс берут абсолютно спокойно, проблем у них возникло намного меньше, чем на первой карте. На первой карте хоть начало было какое-то, ну, отдавало немного непредсказуемостью, и ты не знал, что ожидать от клоудов. Но тут, тут все встает на те же рельсы. Тот же ножик в масло для Ренегейтс. Ой-ой-ой, как приятно сейчас было, наверное, игроку. Так, GT, он уже получил флэш, уже слепой, но все равно полтела высунул еще на длину, непонятно зачем, возможно, просто ошибся там лишний стрейф. Тиммейт нужен Мальте, игра против Яма, там снова перекрестный огонь, стенка проверяется, дымы прошиваются, Мальт по-прежнему. Да тут четыре тиммейта стоит, ждет. Ой-ой-ой, хаешка, молота, флэш. Сейчас, походу, Соник будет ловить спину. Да, все, Мотн забрал Мальту, но с длины ему идти, по-моему, не дадут, да? Да, не дадут. Да, тут просто развал. По всем фронтам очень легко дается это ДДАС-2 для команды Ренегейтс. Пусть старт был с какими-то проблемами. Ну вот тот момент, да, там, когда на Б выпадал игрок, потом спину не убили. Вот бы получше бы, стартанули бы Cloud9, как-то надодавили на экономику, заставили Беренигейтс играть Эко, и совершенно другая могла получиться первая половина, но вновь вот как-то слишком легко. Не чувствует так пока, что игру, ребята, из Cloud9. Но опять-таки мы знаем, что у них очень мало международного опыта, как бы, да, сами понимаете, какой это состав. Этим парням, на самом деле, еще предстоит пройти весь этот путь. Да, понятно, что не первый год в КС, ребята. Вот пройдут они его и станут они крепкой командой, это действительно задача, ну, как бы, и не из простых, и предвидеть такие, как бы, расклады, успешные они будут или нет, всегда крайне трудно. Так что просто подождем, не знаю, полгода, и станет видно, что будет. Матч. Там еще свободных игроков очень много в Северной Америке, так что, кто его знает. Матч превращается уже вот просто в загон контрол на Респе, когда они сейвятся. Вот очередная попытка сейва, еще одну пушку выбили, но вот Таук сохранил в Флопе, но тут уже дело даже не в сейве, дело вот в обороне, в раундах, очень пассивная оборона. Ну, пытались разочек там как-то центр поддавить, но на этом все, тэшку никто не врывается вообще ни разу. В центре никаких агрессивных действий тоже не происходит, ну, разве что попытаться перестреляться Сика, но это заканчивается какими-то печальными последствиями. И даже посидеть по плентам не получается, вот как-то все плохо. Не, ну как, получалось, но получалось только в первой, не знаю, в первой стадии, как бы, да, когда атака пыталась что-то занимать. Дальше, когда ты уже должен отвечать на агрессию соперника, да, должен быть план, но вот у Клуд Найн плана как раз-таки не нашлось на такие моменты. Ну, и вновь, опять же, центр карты, три игрока, один длина, один верхняя темка, все максимально стандартно выглядит в действиях атаки. И у обороны, в принципе, никаких тоже задумок зверских не было. Единственное, что есть у обороны из бонусов, это вся инфа по зигзагу мод, мы ее уже точно сообщили. Хотя и пользы-то от нее тоже не особо много, так как вы видите, что ребята из Ренегейтс не особо шифруются. Молотов на ближней позиции зигзага уже их местоположение выдал. Ну, а дальше только техника поможет зайти Ренегейтс на базу А. Ну, и у них еще перевес по оружию, но это уже не так важно. Важно никого не потерять в такой ситуации. Так, ну что же, небольшой холд от Ренегейтс. Ну, все-таки они ждут смок, и сейчас начнется движение, конечно же, в зиге. Ну, АУК-АУК бы показался бы в нужном месте, но он стоит на Б, нашивает смочок, отвлекает внимание. Услышали этот АУК, все, это команда к атаке. О, знают про ящик. Еще и центр подловили. А, вон, смотри, как спрятался. Интересно, спрятался, открылся, но тут какой-то супертир. Это публичный тир, если ты не понял. Да, это просто разрыв. Выход на Аплайн — это публичный тир, это не частное занятие. Выход на Аплайн закончился. Как-то печально для Клауд Найн. Фракт всего матча сейчас был здесь для игрока с Нико Моуси. Моложе только Саймон. И, по-моему, все. Вот, кстати, у Саймон пока 20,6. Вот 20 лет с половинкой средний возраст игроков команды Клауд Найн. Ну что, Флоппи? Очередной сейв. Аук, конечно, остается в руках, но счет явно неприятный. Ну, опять же, не сдаваться. Нужно как-то пытаться забрать последний раунд, переходить. Пытаться брать пистолет, как-то стартовать за атаку и камбэчить. Я не знаю, как Моуза это делает на втором Дасте. Это хороший совет. Я думаю, они бы тебя услышали, если бы могли. Если бы могли. Отличный совет. Тащите как Моуза. Просто тащите. Что еще делать? Знаешь, как бы сказал один мой знакомый, надо просто попадать в... Ну и матч продолжается, господа. Счет сейчас уже должен будет потихонечку выдвигаться на 12-3, судя по тому, что единственный, кто может спасти базу Б, это снайпер. Такое ощущение, что... Знаешь, такое ощущение, что его не убили. Он же выстрелил, да? Такое ощущение, что его не убили, а он застрелился, когда соперника увидел. Вот о чем я подумал при... Просто врыв на Б уже. Гринедейт считает соперника, выходы на лонг считают. Тут еще и снайпер без хилпы был. Ну, в общем, как я понял, хорошая командировка для команды Cloud9 получилась в Лейпциге. Не, ну это всегда хорошо. Там, знаешь, контакты, общение, атмосфера турнира. Контакты это хорошо, я согласен. Конечно. Но, к сожалению, вот игры... Ну, против Virtus.pro пошло, против Гринедейт не то, что не пошло. Вообще не пошло. Но попытаются в второй половине, конечно, ребята собраться. Но похоже уже на завершение этого БО-3. И мы уже готовимся больше, наверное, к матчу героек. Я вот даже вижу, как там люди вот справа уже пришли поболеть за Cloud9 переживать. У нас хайлайты, господа. И показали нам этот момент. Интересно, а у нас есть повтор, может, хотя вряд ли. Если бы был повтор со стороны... А должен быть этот момент на Твиче, друзья. Точно вы его могли как-то записать. Скиньте, если что, в Твиттере, где было выбивание без патронов. Ну, это момент века. Ну, не момент века, но момент этого матча однозначный. И такие фанни-моменты стоит всегда запоминать. Ну, знаете, так, на будущее, на вскидку. Чтобы самим так же не выходить на летаек. Ну, да, из Топ-30, вот я еще раз проверил информацию. Там очень интересный пост Зонивир Уразин постил. И там было все Топ-30 команд. И их средний возраст. И действительно, ребята из Cloud9 самые молодые. Правда, у Na'Vi после того, как заменили Гардена, получается, тоже еще круче стал. Там еще моложе состав, соответственно. Там было 23 с чем-то лет среднего возраста. Ну, это так вот. Просто статистика. Потому что по матчу, ну, что говорить. Как ребята в спину не убивают. Как парень без патронов вылетает на B на ретейк. Не-не-не. Я извиняюсь, просто ретейк на B. Если наши замечательные режиссеры там каким-то образом найдут этот момент. Можно вырезать просто напрямую из твича и показать его еще раз. Это того стоит, правда. Нет, может, он динамик поменял оружие, как-то выскочил. А знаешь, что еще было в этом моменте? Был тиммейт, который стоял в центре. У него была флешка. И он ее даже не думал кидать. Он просто смотрел на своего тиммейта, который без патронов такой. Нет, так это было неплохо. А перезарядить забыл, да? Были бы патроны, да-да-да. Короче, друзья, хорошей перезарядки вам. Это все, что можно пожелать. Действительно, это самый яркий момент первой половины. Потому что счет 12-3. Ну, вы сами понимаете, это... Ну, и АВП Сика, игра от Декстера. Это, конечно, на шикарном уровне. Декстер очень уверенно проводит эти раунды. Особенно, когда были проблемы в начале, как он на Б выходил. Там очень тоже хорошие эпизоды переворачивал. Сика там набивает вообще налево-направо, как безумный. Как его ник. Ну, Сика разгоняется, да. Очень сильно разгоняется. Ну, в общем-то, серьезный состав у Ренегейтса. И на самом деле очень круто, что это вторая австралийская команда, если можно так назвать. Ну, по факту оно так и было. Ну, набирают. Еще до всех этих трансферов. Респект вообще организации Ренегейтса. Забрали ребят. Да, забрали ребят. Опять же, дали мотивации молодой крови. Ну, видимо, кому-то в Ренегейтс... И очень молодой крови, как говорит Эмиран, есть молодые игроки и очень молодые. Видимо, кому-то Зеренегейтс не понравился с Цейс, или все-таки там были какие-то определенные нюансы. Ну, на самом деле, я бы не сказал, что он там какой-то суперсильный игрок, если честно. То, что он хайповый, это да. Плюс один. То, что он хайповый по паре шоу-матчей, окей. А вот быть хайповым по игре, это да. Ну, здесь... 7 хп у Инса. А что, они вдвоем... Ну, вот здесь сейчас вдвоем могут исправиться. Там Молотов на платформе, там не горит ли игрок? Ну, там нет перекрестного огня, бомба умирает, Сико. Его пытаются забрать, Сико. Сико попадает в сотовый, остается красный. На центре проверка машины. Мотом ответка, и это 2 в 2 для игроков атаки. Есть шансы на борьбу. Бомбу не подобрали, сейчас туннель может вообще просто в ухо дать. Ой-ой-ой, бомба подбирается, туннель играет. Мотом ошибка, но он попадает и чудом забирает в голову своего соперника. Два игрока атаки моментально убегают на базу, а Мальта это должен слышать. Мальта! Мальта первая забирает! Что вы творите, Клауд Найн? А почему в респаун? Почему в респаун? Почему вы убегаете? Его надо было просто убить! Там была фишка, ситуация 2 в 2, игрок уже был в туннеле, и они дали колл, выходим за ворота. Они классно вышли вдвоем, убили, но... В Тэшке читалось вас двое, ребята, что вы делаете? Боже мой! Так они знали, мне показалось, что он в Тэшке. Они знали, что в Тэшке, они знали. Там просто надо было его убить. А они, что это было, ребята? Что это за заказуха какая-то? Короче, они побоялись то, что он вернулся в Тэшку, и то, что если они пойдут через Зиг, там вообще будет эта ситуация на ближней дистанции. И вообще там погибнут. Решили уходить в респаун, но это вообще была сумасшедшая ошибка против Юспа. Что мы только что с тобой посмотрели? Да тут вся карта такая вот. Каждый второй рамп. Уважаемые зрители, если вас мой орал раздражает, я дико-дико извиняюсь, но я не знаю, как комментировать вот это вот, что мы с вами смотрели в пистолетке. Ну, тяжело ребятам, которые переживают за Клауд Найн, вот такое смотреть. Ну, что поделать? Все ошибаются, ничего, на ошибках учатся. Ну, все, тут база Б занимается вообще без шансов. Хатс остался в Тэшке на центре. Ну, со второй попытки удалось это сделать. Ну, давайте посмотрим, чем все закончится. 4 в 5 и такое можно отдать, потому что все-таки там ЦЗшечки, там всего лишь две формилки, флопи, очень важный минус. Ну, дальше размин от Мальты. Мальты второго зацепила и 3 в 3. Так, а М-ки нет. Не, есть М-ка, но она красная, две позиции. Известные. Да, известные. Первая падает, идет размен. Ну, тут надо в голову попадать и все-таки... Фарм на фарм. Ну, М-ка, М-ка, М-ка в деле. Ну, надо убивать, надо убивать. Плэнт зашивает первого. Перестрелка со вторым, но Мотом тащит для своей команды важнейший раунд во второй половине. Вот, я не знаю, надо сейчас в колодец Морали залезть к лоудам. Но они вроде не расстроены. Хотя, после пистолетного раунда там, по-моему, улыбки были не от радости. Или это была улыбка, когда ты понимаешь, что все кончено. Но в следующем же раунде парни отвечают. 13-4. Нужно играть до конца любую карту. Даже та, на которой вообще хочется встать и уйти. Но нужно собраться, помочь себе тиммейтам. Дать пятюньки, играть дальше. JT минус Мальта. Неплохо начинают ребята. На длине забирают одного из игроков. Туда же присоединяется четвертый. По джиму Декстера уже ребята увидели. Но Декстер решил тут все-таки не рисковать. Возможно, подумал, что двое будут в тэшке. И уходит обратно на точку. Но зато 3 игрока, точнее, могут оставаться на. Но нет. Инсу ходит смотреть ворота. Скаут попытается настрелять хэдшоты. Но здесь будет довольно непросто. Первый смок уже пошел из ямы. И сейчас чуть-чуть поагрессивнее, возможно, придется действовать Сика. Хотя этот парень сегодня так на дасте стреляет. Он просто дожидается. Все, не отпустили. Ну, один раз тебя так увидели. Ты не попала. Дальше ты точно труп. Такой стиль поведения кабанчиком. Надо скаут забирать. Пытаться как-то выиграть время. Но, опять же, атака слишком близко. Хороший молотов. Зиг слонга. Остановили там третьего игрока обороны. Ну, правда, Декстер попадал. Можно было флопы не терять. Но потеряли. Так, одного человека все-таки потеряли. Не самый лучший эко для защиты. Но тут Cloud9 уже решили твердо потеть в атаке. Выглядит серьезно. Это мне нравится. Хорошо, что не потекли, как говорится. Ну, да, посмотрим, что вот все-таки на следующих оружейных будет. И пока, пока да, тащат. Пытаются вернуться в игру. Но счет, опять же, на наших с вами экранах. И он очень неприятен для клаудов. Но зато сейчас реально можно подфармить. Улучшить экономику. Ну, и, возможно, действительно, что-то еще получится. И это будет из стиля, там, Мау Спорт Стайлу, когда был 13-7. Счет, вторая карта. И казалось, что все, ГГ. Но не тут-то было. Легкий, легкий. Анти-эко для клаудов. Шестой раунд. Только Мотман потеряли. Ты даже знаешь, раунд был от Ринни Гейс на такой скорости сыгран. Типа, быстрее, давай уже играть. А чтобы играть, нам нужна оружейка. Нам не надо тянуть резину. Это там не 13-12, не 13-11. Ну, да, гоу сальем, сказали. Ребята, по-быстрому. Ну, вот, ну, помнишь, там, чем заканчивалась первая половина Инферно, когда они так раз зарашили, потом закончились деньги, и потом тоже все может посыпаться. Вот возьми еще там 3-4 раунда Клауд Найн. Возможно, мы увидим уже игру совершенно другую. Ну, что же, занятие Зига. Очень быстро. Соник. Джей Ти уже на позиции. Бомба также в Зиге. Ну, и от длины стоит оборона. Мальта принимает шорт. Обновляет смачок, проверяет ближние позиции. Ну, и уже понимает, что, по крайней мере, вот близко, скорее всего, никого нет. Смотрим за тем, что делает номер 7. Вот тут вопрос. Все-таки лонг. Нет, Флопе будет либо центр разыгрывать. Ну, и длину смотрит поджимы ворота, что оставит его, наверное, за спиной. Ну, и четвером через Зиг пойдут, что ли, Клауда? На фейк не похоже. Ой, какой хэдшот. Царство. Мальта. Ну, тут на 200 баллов принимали, но что-то Мальта дернулся. Дальше Мотом прописывает. И по Сика 3 в 3 вот это вырулил. Слушай, ну, вот за счет вот таких ошибок на Инферно раунды команды Ренегейтс отдавались. И буквально не прошло и минуты. Как тут же мы видим такую же ошибку. Проверяют номер 7 или нет? Ну, опять же, ну, на открытый стоит. На открытый стоит игрок атаки. Мотом делает фраг. 2 в 2 ситуация. Но есть инфа, я думаю, второго видели. То, что длина играет, как бы, на АВП, это по идее... Там флеш накинули. Но реакция Оуси не заставила себя долго ждать. Шикарный фраг. По последнему игроку информация есть. И все заканчивается очень просто. Сика плюс его браток сейчас только что слили этот раунд. Ты видел? Первый побежал, информацию сказал, а второй даже его не ждет. Вот мне это очень интересно. Если бы у нас был повтор, но его, к сожалению, скорее всего, нет, это было бы наглядно... Вот он. Первый пошел. Второй чувак должен был знать, куда смотреть заранее. Он даже не понял, что произошло. Тут вообще непонятно. Я думал, что и Мальта до конца будет. Так он переключился на нож, хотел спрыгнуть. Стоял бы с пушкой, скорее всего, еще бы одного забрал бы. И там вообще бы весь выход поломали. Но в итоге Клауд Найн начинает возвращаться потихонечку в игру. Конечно, пока еще рано говорить о каком-то камбэке. Но как минимум еще один экономический нужно играть ребятам из Ренегейтса. Это, возможно, восьмой для Клаудов. Флоппи уже дает энтрекилл, минус инс. Ну и спокойно контролирует длину. Центр карты, тэшечку, выход с Б. В общем-то все просматривается у ребят. Минус еще в центре. Знаешь, мне кажется, сейчас аналогично, как в американских боевиках и спортивных фильмах. Знаешь, команда Клауд Найн в лучших традициях всего этого жанра такие. Давайте покажем, кто мы на Dasty 2. Мы команда. И первая пистолетка. Представь просто. Ну посмотрим. Вроде бы да, еще появляются шансы на камбэк. Не, ну если пистолетку не брать в расчет, то видно, что у Клауд Найн есть четкая структура в атаке для этой карты. У них есть понимание того, как работать с соперниками, с разными видами обороны. И они вот этой серии раундов сейчас нам как бы закрепили, показали. Теперь уже Ренегейс должны побаиваться того, что их могут сейчас реально перевернуть. Да сейчас Сика возьмет ОВП, все будет нормально. Два раза Сика сегодня не ошибается. Или все-таки не ошибается. Посмотрим. ОВП есть. Ну и вновь быстрое занятие. Думал Зига, но нет. Посмотрите, Оуси даже на отстрел пытается агрессивно сразу же выйти на ворота. Но здесь никого. Молотов в Тэш. Мне кажется, ему подойдут очки. Это в его стиле будет. Так, ну Оуси здесь преимущество. Так, есть информация, что заняли длину. Ребята из Клауд Найн попытаются сейчас Зиг. Хорошо, моликом прогнали снайпера. И тут можно подловить. Ух, близко. Ну, налево увел прицел, как вы видели, североамериканский снайпер. Хорошая хаешка в Зиг. Ну и пока, на самом деле, без прогресса по карте работает команда Клауд Найн. Единственное, что им удалось, это неплохо, скажем так, поднапрячь зигзаг. Заставить оборону Апланта немного смущаться. Но на деле слишком, опять же, слишком все вариативно. Может быть, выход в мид под базу Б, что, в принципе, сейчас, скорее всего, коварные ребята из Клауд Найн и хотят осуществить. Сплит Б, в Тэшке остается Соник. Так, перекрестный огонь будет по стенке. Декстер в упоре. Ну, Тэшка, и все, умер Декстер. Работает Хац, нет, на выпаде. Мотума забирает, можно было брать Тэшку. Три в три, бомба лежит. Почти третьего забрал. Мало времени. Ой, вернее, мало времени будет у обороны сейчас. Хотя нет, смотри, в Тэшке уже оказался Мальта. Да тут двое уже в Тэшке. Но, смотри, по таймингу атака сориентировалась максимально четко. Сика должен окно смотреть, по идее. Мотума, ну, не попадает все это. Хотя должен попасть. Тут такая позиция точно. Тут двое, второй, два в два. Свой минус дал. С одним ХП, красавчик. Ну, и дальше примерная расстановка должна быть, в принципе, понятна. Есть Молота флешка у атаки, у защиты Смог. Две флешки ХЕ можно разбросать еще. Ну, все, да. Закрыли Тэшку, последний в дверях. Соник аж сам немного потерялся. Снайперская винтовка. Было бы вообще идеально, но, судя по всему, Сика останется... С СГшечкой, да. А, не, вот, вот здесь где-то есть АВП на А. Или он его в зигзаге пропустил, скорее всего, АВК. Там что-то такое длинное лежало справа, но, может быть, не АВП. Ладно. Пауза от Ренигейса уже, пора нажимать. Мы слышали в чате, там что-то как раз писали, ребята. Вот, возможно, это тот самый тайм-аут небольшой. Знаешь, что, вопрос в чате, твича очень интересный, прям для тебя. Почему они с Сиди играют? Что-что? Почему они с Сиди играют? Сидя? Да. Так удобнее. А вот и Дексер. О, Си. Проверил цену. Скаут на меде. Два скаута СГшка, ЦЗ и Дигл. Вот такой набор девайсов Ренигейса на этот экономический раунд. И начало, согласитесь, очень смачное. Минус игрок в РСП. И вот-вот... С учетом того, какой раунд делают сейчас атака, я думаю, что шансов все равно мало здесь. А если Хатца не проверит? Ну, тут только С и Декстер. Ну, Хатца как не проверит, проверит. Сразу же. Это опять же ближняя позиция. Игра до контакта в таких раундах, это всегда максимальный перевес в пользу тех, у кого есть девайсы. Ужасная связка на АП сыграла в центре точно так же. Мальта остается один, забирает СГшку. У него 63% здоровья. Ну и что, просто пытается кого-то отстрелить. Ну что, вот не за горами, казалось бы, друзья, победа команды Ренегейтс, но, как и казалось, все-таки за горами. И пока что это гора, которая мешает им начать играть в свой КС, растет. Уже 10-й раунд берет команда Клуд Найн. Мальта-Мальта. Сейвит-сейвит. До конца ждут Мальту, думают, что там, возможно, он пойдет на что-то невероятное, но это мало вероятно. Действительно так все рез проверили. В Т-шку уходят. Снайперская винтовка также подбирается игроками атаки. Ну вот это плюс. Это то, что Сика не смог оформить, кстати, на следующий раунд. Если бы была ВП, кто его знает, чем бы этот выход на базу бы заканчивался. Так, повтор. Повтор этого самого энтри-фрага. Если честно, с такими же проблемами сталкиваются Ренегейтс здесь в обороне. И казалось, что они должны знать, как сейчас выпутаться сыграть где-то чуть-чуть агрессивнее, и все получится. Ну, хорошая атака от Cloud9. Вот, в принципе, что здесь мы видим. На лонге попытка отстрела от Соника не попадает, уходит обратно. Ну, это тот самый трусливый стиль, который мы видели на карте Инферно. Когда команда не выходит, уходит обратно в другую часть. Хорошо, что здесь есть центр карты. Это всегда удобный маневр для команды Cloud9. Вот на Инферно они бегали с А до Б, с Б до базы А. Здесь они могут просто нашуметь под А, свалиться и убежать на Б. Вот с этими вещами они как-то очень просто справляются. Ну что же, к Сика в гости. Попытались прийти ребята. Первый контакт, размен гранатами. Нужно немножечко похолдеть. Снайпер остается на своей позиции. Тиммейт раскинул, но Сика сейчас будет выбивать. И Сика, по идее, здесь уже не жилец. Да. Нет, нет, они не стали его пушить. Они не уйдут. Они слышали выстрел и решили его не пушить. Дальше Молотов. Они не слышали просто, где второй. А если бы знали, что как раз номер три уже ушел Русь Паун. И Сика здесь был один. Смотри, минута до конца. Вся пятерка игроков атаки находится на позиции зигзага. И начинается атака, потому что последние гранаты. Ну, последний раз, когда они так выходили, они зашли вообще без шансов. Нет, все, тут можно... Сика не убил! Да Сика вообще там продинамил, вообще все. И выход продинамил, и проход соперников на открытое пространство. Так и походу от флешки не отвернулся. Он там пытался отвернуться и походу поймал вторую. Там уже тайминг надо принимать, он просит флешку. Там у тебя чувак в планете уже тусуется, ты просишь флешку. Не-не-не, я думаю, что он уже от соперников флешки на спуск уже отворачивался. Ну, а может быть и так. Дело не в этом. Дело в том, что все это принималось. Соник. Есть попытка выбивания, шикарный выход от Мальты. И один GT остается. Ну что, GT, настало твое время. По итогу, ну, знаешь... Сложно. Если честно, то пройдя этого снайпера, я думал, Клоуд Найн закрепятся так, что этот раунд отдавать не будут с учетом бомбы в зигзаг. У них сейчас было все в их руках, чтобы не пустить туда выбивающих и совершенно спокойно забрать этот раунд. Ну, или бороться на опасном тайминге, не дав разминировать бомбу. Но туда пришел Мальта просто, первый, второй. Такое ощущение, что... Ну, вот, возможно, самый важный раунд вообще в итоге окажется на втором Дасте. Возможно, аналитики его разберут более детальным. То, что тут смог сделать. Ну, а у нас два раунда до победы Ренегейтс. Ну, а мы видим, что Клоуд Найн за атаку давит реально серьезно на соперника. И Дексер рискует перед воротами. Уже видел эти быстрые врывы, хотел подловить, но немножечко не сориентировался в этом эпизоде. Все-таки получил прострел. В этот момент размена длине пошла атака. Бомбу забыли. Либо просто уже за ней пошел сейчас JT. Ну, и инс остается пока что на машине. Видел занятие ямой. Ну, немножечко покоцала ХАЕшка. Минимально здесь больше потратили гранаты ребята. Ну, и 4 на 4. Минут 15 на таймере. Давайте посмотрим. Да, это лонг до конца. Посмотрите, втроем здесь сейчас будет сжечь Декстер. Да ладно, минус 2. Третьего Декстер. Ну, все. Дайте этому парню лучшего игрока Даста, и мы пошли. Сдулись, Клода. Ну, знаешь, что-то похожее я видел на оверпассе в групповом этапе. Какая-то серия, не знаю, прямо поток сознания от Клод Найн. Серия раундов, где, ну, не знаю, на 200% ты превосходишь соперника. И потом их также вот быстренько раз-два, и все. И вот тут на Дасте 2 прям, я не знаю, дежавю, только карта разная. Слушай, ну, с Дастом Клод Найн не ошиблись то, что все-таки остался он здесь вот в этом БО-3. И реально средний день можно здесь играть. Вот мы уже увидели, им в обороне местами тяжеловато. Особенно, если не включается их снайпер. Но сейчас СИК работает очень круто, дает entry kill. Но остается сделать 4 фрага до победы. И нам останется еще один БО-3 на сегодняшний вечер, друзья. И уже завтра полуфиналы, финал чемпионатом. Ну, давайте смотреть, что из этого выйдет. Возможно, все-таки Клод Найн еще спасутся. Но шансы минимальны. Мод. Думает. Я прям чувствую. Ждут Соника. Разводят еще там на Зиге, на флешке. Что проверяют, а Мальта здесь стоит. На самом деле, ну, Мальта ждет на более пикантный тайминг, чтобы выбросить молик. Откидывает мид. А вот граната под... Опс. Добайтились на Мальту. Токи 4-4. Ну, и выход на длине. Ну, я не знаю, как Сика здесь встречать. Ему придется что-то одно выбирать сейчас. Ну, здесь Декстер. Все нормально. И он решил сыграть под дым. Нет, Декстер не отвлекает на себя внимание. Все, минус Сика, скорее всего, в ухо уже должен умирать. Да, он даже... Ну, это я не знаю. Вот он также в прошлый раз проспал. Понимаешь, это вот... Это команды, они не стреляются. Вспомни пистолетку, да? Вы остаетесь два в одного. Вы знаете, что последний в Верхнем Темном. Вас двое. Вы можете его спокойно убить. Что вы делаете? Убегаете в испуге на КТ и на этом заканчивается весь раунд. Ну что ж, бомба установлена. Поборются еще ребята из Cloud9. Как жаль, что мы здесь Вертиго не увидели любимую карту Петрика. Вот это было бы интересно посмотреть. Понимаешь, Вертиго, где игроки из VR и из Австралии, ну, это, я не знаю, это для гурманов Counter-Strike. Если сейчас Cloud9 пойдут на А, это будет серьезная ошибка. Сейчас просто можно взять Сику, поставить на машину игрока в яму и на этом, в принципе, выход на... закроется. Ну, давайте посмотрим, что сделают сами Ренегейтс. Может, просто Сика надо дотемку? Давайте на Cloud9 посмотрим. Ты не думал, что ему надо дотемку просто, и он тогда начнет стрелять? Ну, что он ману копил, вот, чтобы выстрелить на базе, а ну, я не знаю, раунд. Как звезда смерти, знаешь, собирает свой удар, там, подождите три минуты, накоплю энергии, чтобы жахнуть, ну. Давай, Сика, играй. Он так ее копит, как один швейцарец известный. Ну что ж, еще один раунд, Cloud9, друзья, забирают, и это будет попытка вернуться в игру. Ну, как минимум, пока ты не проиграл, шансы есть остаться в игре. Надо бороться, и именно этим Cloud9 будет заниматься. 15-11. Денег у обороны пока еще много, но это один из решающих оружейных раундов. Проиграв его, или уступив в нем, или уйдя на сейф, или потеряв трех игроков, и даже если вы сохраните вайс, денег потом будет предательски мало. И тут-то на вот такой вот сомнительной, скажем так, по силе экономики стоит напрячься и попытаться вывести этот матч на овертайме. Ну, как будет на деле, пока не переключаются. Ух ты. У меня что-то в ухе сейчас было, но я думаю, показалось, да, что-то показалось. Ну, вроде бы так и стоит Сик, не на машине, но вот не в плейнете. Вот как, ну, лучше с машиной, там все-таки поудобнее, помансоваться из длины не получить. О-ой-ой-ой, против тайминга играют парни, и Декстер как же неудачно выбирает. Хац! Там игрок атаки должен был понять, или он тоже не понял по флешке? Они оба не поняли, что происходит, это какая-то... Ох... Не, ну, атака играет, ты первый, нет, ты. Но вот что на бет, там Хац сейчас сделал. Куда инс, пошел, или нет? Ну, все, все, это разворот, скорее всего. Сейвить надо, можно сейчас с пятью девайсами сыграть в следующий раунд. Ну, очень потная половина, и... Куда они лезут, что они делают? Все, все, полез. Маль-то думал, что что-то получится сделать с платформой. Ну, и Сика... Вот мне знаешь, что нравится, что Сика вновь с АВП. Ну, вот он... Если в первой половине тебе надо было стоять на центре, просто простреливать, попадать, давать инфу о происходящем на центре карты, то... Ну, и где-то в каких-то раундах он реально сыграл максимально качественно, то вот в защите назвать его образцовым снайпером даже с натяжкой не получится. А на это дело не в Сика. Его даже снайпером назвать с натяжкой не... Ну, как... Сейчас все боялись Аплэнда, а Клаудэнт, браво, сыграли на бэк, где я говорил, не играйте. Не в Сика. Смотри, два ключевых раунда. Челик не делает ни одного минуса, играя точку. Не-не, в этом раунде. Второй роли. В этом раунде не важно уже. До этого я абсолютно согласен. Вот эта игра из плунта как-то не дается все-таки. Он два раунда пропустил совершенно спокойно, будучи в преимущественно выгодной позиции, просто пропустил. Это уже индивидуальный уровень, где-то хромает, а где-то, возможно, ему просто страшно, либо он не знает, как реагировать на то, что атакой нажимает длину. Бывают любимые и еще и нелюбимые карты. Вот как-то чувствуется, что Сика на Дасте чуть-чуть посложнее, особенно на... Опять без минуса, но не дал выйти Сонику в дым. И своего бомбардира, по идее, сейчас потеряли ребята из команды Клауд Найн. Трудности. Казалось, по гранатам будут проблемы, но нет, учитывая там и серию, и все-все-все купили, все-все есть. Но вот уже точно последний раунд. И лучше доиграть прямо сейчас Ренегейт с Клауд Найн. Что будем делать? Давайте посмотрим на Оуси с ВП. Ну, а длины уже все-таки будут строить свой раунд. На самом деле у них будет ошибка в центре, возможно, если Мотман не проверят. Этот парень очень плотно попадает. О-о-о, сейчас строгача отпишет на КТ. Конечно, никто с В не вышел хелпануть. Повезло, что только одна. У меня не просто на В прячутся. Мог выйти еще и... И Сика отдает длину, посмотри. Нет, не отдает, забирает проход в плент, не выстрелив сразу. Ну и, по идее, трудности на базе А. Молотов на бомбу, пока ее подобрать не могут. Мотман в одиночку здесь дерется, приходит Хатт, спасает положение. Оуси забирает Сика, 2 в 3 для атаки. Шикарный демедж от Джей Ти. Демедж по плунту, Оуси красный. Ну и выбивание будет осуществляться аж с трех сторон. КТ, зигзаг и длина, да. И здесь шансов крайне мало на удержание такой бомбы. Оуси. Длина. Ну, если не реагирует на нее. Хороший тайминг. Хорошая флешка, но не против Оуси. Забирают Джей Ти. Оуси последний. Против двух красных игроков, но это уже не важно. У него ВП его прожигает. Он пытается навестись, но погибает от прострела Декстера. Публика в экстазе. Рада победе команда Ренегейтс. 2-0 по картам. Ух. Ух, как жестко. Ну что же. Ну, поборолись. Хотя бы не сдались до конца. Клауд Найн. Опять же, молодая команда. Все впереди. Тренироваться. Смотреть темки. Готовиться. Играть чемпионаты. А там, может быть, что-то и получится. Ну, это получается. Можно сказать, что их такой полноценный дебют в этом году. Поэтому пожелаем им удачи. Если кто помнит, друзья. В том году для многих был турнир iBuy Power Masters, если не ошибаюсь. И там все были весьма возмущены тем, как он вообще проводился. Ну, здесь для многих команд как раз-таки вот DreamHack Open Leipzig является тем самым турниром. Там вот, ребят, в Твиттере писали, что в Германии одновременно слишком много турниров. Тут и CS, и Dota, и там, по-моему, LOL какой-то этап проходит. Да, там вообще все проходит, по крайней мере, в эти дни точно. Ну, вот на Dota. Не слежу за Dota и знаю только, что там у Virtus.pro все не очень хорошо. И у команды Na'Vi тоже не очень хорошо. Но, может, чуть-чуть получше. Мы, по крайней мере, можем спросить здесь аналитики, комментаторы. И, по крайней мере, мы хоть что-то слышим, что там происходит в Германии. Друзья, ну, а мы сейчас готовы перейти к нашей студии аналитики. Ребята разберут, что же не так. Почему не доиграли, не спасли карту Cloud9. Да, ну, а после этого мы перейдем уже к следующему BL3 матчу, который будет тем самым датским дерби. Ну, и будем троллить в Твиттере потихонечку хаоса. Не забывайте на нас подписываться в социальных сетях. И слово студии аналитики.